Много-много всяких абзацев. Один абзац, на который ссылается Валерий Георгиевич, я его прочитаю, а вы его послушайте внимательно. Государственный гимн Российской Федерации может исполняться в иных случаях во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления. Кто считает, что наше рабочее совещание, сессия, в которой расписан регламент начала работы, перерывы, это торжественное мероприятие. Вот эта норма закона под сессию Совета Депутата не подпадает. Просто не подпадает. Значит, единственное, что... Вот я могу сказать, да, вот было в родине организованное торжественное мероприятие, организованное органами местного самоуправления совсем недавно, в 4-м мг. И все стояли, и с удовольствием пели этот гимн. Я распечатал своим коллегам текст гимна, чтобы они его выучили и тоже знали. Понимаете, это просто разная норма закона. Поэтому, ну, трактовать, как... Валерий Георгиевич трактует, я по-другому абсолютно. И не против гимна, но эта норма закона сюда не подпадает. Вот в наше рабочее совещание. Мы на комитете обсуждали. Это все равно, что Андрей Михайлович перед каждым своим... Андрей Геннадьевич перед каждым своим совещанием будут стоять и перед гимнами. Все замы будут проводить рабочие совещания и стоять перед гимнами. Ну, наверное, это не совсем... Наверное, ничего страшного в этом не будет. Но я хочу вам повторить, что норма экозита из ЗАГС-собрания проводит, точно так же открывает заседание. Ближайшие комитеты, советы депутатов из Китима, из Китимского района, города Абель, Калыванского района, ну, вот я штук пять опросил, у всех где-то есть. Ну, это на решение депутатов. Как мы решим, так и будет. Ну, и лично я считаю, что гимн Российской Федерации не зазорно. Лишний раз уж если не пропеть или проверить, хотя бы постоять и послушать. Это лично мое мнение. Так, еще есть необходимость? Пожалуйста. Да, я бы еще хочу поддержать, потому что это еще один раз повод свое мнение, как бы высказать. Но мое мнение, что исполнять, наверное, не надо, а послушать и лишний раз. Потом тогда давайте определяться. Если слушать, то там, то было весело, в начале концерта, то теперь один. Мы сейчас установили, вот сегодня мы уже слушаем только инструментальные обработки. А здесь написано один куплет. А этого нет. А вот насчет инструментов написано статья вторая. Государственный гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом, либо иного вокального, инструментального варианта. Но исполняется на многих мероприятиях один при трехе куплет. Вот это жертвенное мероприятие. Ну какой жертвенное мероприятие? Так, давайте голосовать. Сергей Анатольевич, я знаю, товарищи. Сергей Васильевич, мы не можем затягивать время. Сейчас только мяч выстроился и будем голосовать. Пожалуйста. Я с восторгом послушал депутата Белова. Вы понимаете, вот это лицемерие, это на самом деле, когда мы по каждому случаю будем исполнять гимн, оно приводит к девальнации в гимн. Когда это просто так, музычка. По каждому поводу. Правильно сказал Белова? У нас сейчас и каждое совещание угловое будем, так сказать, гимны встречать. И провожать будем, и по каждому полу. И комитеты начнем, так сказать, гимны. Ну что, ну что такое-то? У нас есть на самом деле, какие-то мероприятия. Ради святых, и я бы сам спел его с удовольствием. Но это уже, по-прочтому, ревенок. И у нас, заметьте, чем, так сказать, когда говорят, в консерке такой патриотизм. У нас все это, так сказать, идет о чиновничестве такого. Давайте вперед. Я еще понимаю, вы, что вы истину говорили. Который, как гимн. Кстати, музыка прекрасная. Я свободен. Давайте, окружение, прекратили обсуждение. Давайте голосовать. Давайте голосовать. Кто за то, чтобы прекратить время, прошел голосовать. После кино поздравляем уже с днем рождения. Да, ну, великий день. Один. Все.